Здравствуй, если ты украинец и пользуешься такими соцсетями как ВКонтакте, Одноклассники и МойМир от Mail.ru, то посмотри это видео и узнай как ты можешь принести опасность себе в своей стране и как это предотвратить. Начнем с той соцсети, которая имела самый большой спрос среди украинцев ВКонтакте. Основатель этой соцсети Павел Дуров сообщил, что ему пришлось продать долю этой компании из-за конфликта требования ФСБ личных данных организаторов групп Евромайдана. Это изменение едва ли отразится на управлении ВКонтакте, писал он после продажи своей доли другому русскому бизнесмену. После Евромайдана Порошенко запретил доступ к русским соцсетям и сайтам, а Зеленский продлил этот запрет. В России Министерство иностранных дел назвало это дискриминацией. Спустя несколько лет был зафиксирован факт, что в апреле 2020 года украинская аудитория ВКонтакте увеличилась на 1 миллион пользователей. Почему же украинцам опасно пользоваться русскими соцсетями и сервисами? 1. Отсутствие безопасности. Ваши данные, профили и переписки могут использоваться в корыстных целях власти агрессора, которые могут навредить ВСУ и самой Украине, текстовым и медиаматериалом в том числе. Также, приходя по рекламе в российских сервисах, вы обогащаете российский бизнес, который в свою очередь обогащает налогами российскую власть. Это видео создано на русском языке с целью донести русскоязычному населению Украины действительно важную для них информацию.